Фрэнсису несколько лет за двадцать. Он симпатичен, вечно пьян, любит с иголочки одеваться, жаждет уехать за океан. Фрэнсис не знает ни в чем границы, девочки покер, алкоголь. Фрэнсис оказывается в больнице, недомогание, отдышка, боль. Доктор оценивает цвет кожи, меряет пульс на запястье руки, слушает легкие, сердце тоже, смотрит на ногти и на белки. Доктор вздыхает, какая жалость. Фрэнсису ясно, он не дурак, в общем, недолго ему осталось, там то ли сифилис, то ли рак. Месяца три, может пять, не более, если на море, возможно и шесть. Скоро придется ему от боли что-нибудь вкалывать или есть. Фрэнсис кивает, берет бумажку с мелко расписанной бедой. Доктор за дверью, вздыхает тяжко. Жаль пациента, такой молодой. Вот и начало житейской драме. Лишь заплатив за визит к врачу, Фрэнсис с улыбкой приходит к маме. Мам, я мир увидеть хочу. Лос городской надоел мне слишком, мне бы в Камбоджу, Вьетнам, Непал. Мам, ты же помнишь, еще мальчишкой о путешествиях я мечтал. Мама седая, вздохнув украдкой, смотрит на Фрэнсиса сквозь лорнет. Милый, конечно, все в порядке, но поезжай, почему бы и нет. Я ежедневно молиться буду, Фрэнсис, сынок ненаглядный мой. Не забывай мне писать оттуда и возвращайся скорее домой. Дав обещание старой маме письма писать много-много лет, Фрэнсис берет саквояж с вещами и на корабль берет билет. Матушка пусть не узнает горя, думает Фрэнсис, на борт зайдя. Время уходит, корабль в море, а над головой пелена дождя. За океаном навеки лето. Чтобы избежать суеты мирской, Фрэнсис себе дом снимает где-то, где шум прибоя и бриз морской. Вот, вытирая виски от флаги, сев на веранде за стол бюро, он достает чистый лист бумаги, также черненицу и перо. Приступы боли скрутили снова, ночью, видать, не заснет совсем. Матушка, здравствуй, жива, здорова? Я, как обычно, доволен всем. Ночью от боли и впрямь не спится. Фрэнсис, накинув халат, встает, снова пьет воду и пишет письма. Пишет на множество лет вперед. Про путешествия, горы, страны, встречи, разлуки и города. Вкус молока, аромат шафрана. Просто и весело, как всегда. Матушка, письма читая, плачет. Слезы по белым текут листам. Фрэнсис, родной мой любимый мальчик, как хорошо, что ты счастлив там. Он от инъекций давно зависим, адская боль покидать постель. Но ежедневно по десять писем, десять историй на пять недель. Почерк неровный, от боли жуткой. Мам, прости, нас трясет в пути. Письма заканчивать нужно шуткой. Я здесь, женился опять почти. На берегу океана волны. Ловят стекущий с небес мусон. Фрэнсису больше не будет больно. Фрэнсис глядит свой последний сон. В савану кутан, обряжен в робу. Пахнет сандал за его спиной. Местный священник читает гробу, тихо напутствия в мир иной. Смуглый слуга, азиат по средам, также по пятницам в два часа, носит на почту конверты с бредом. Сотни рассказов от мертвеца. А через год никуда не деться. Старость не радость, как говорят. Мать умерла. Прихватилось сердце. Годы идут. Много лет подряд письма плывут из океана, словно надежда еще жива. В сумке несет почтальон исправно. От никого никому слова.